всем привет дорогие друзья сегодня я снова вас приветствую в своей огуречной теплице и тема у нас сегодня что нам сделать чтобы у нас огурцы не росли крючками и завязи не желтели вот я пришла в теплицу стала обрывать свои огурчики и у меня тоже посмотрите вот начали они вот такие вот крючковатые неровные я их все обрвала вот нарвала целое ведро высыпала в прозрачную такую штуку чтобы было видно вот и что хочу сказать как бы мы огурцы не поливали значит ну как первым делом нужно выбрать хорошие семена семена сейчас не очень хорошие вот по себе знаю рассказывала что сажала 4 сорта и пересортицы полно вот в зазуле из 10 семян у меня только две или три настоящие зазули остальные все пересорт они конечно неплохие урожайные но совсем не то что я вот зазули вот эти а вот они вот такие вот они длинненькие огурчики они мне нравятся они очень хорошие вкусные хрустящие засолку и везде но вот из 10 семян у меня попалось только три огурчика настоящей зазули остальные все разные при разные обычные огурцы какие они сорта я не знаю значит семена хорошие купить качественные нам не удается покупаем то что есть вот мы думаем что хорошие а там получается так значит второе условие для выращивания огурцов это полив жара значит мы должны огурцы поливать часто хотя бы через день когда сильно жарко в теплице я поливаю и каждый день замульчировала свои грядки с огурцами чтобы у них корни были всегда влажные чтобы не высыхала земля не пересыхала потому что в огурцах как бы нежелательно что делать то рыхлить рыхлить нежелательно я не знаю как вы я всегда мульчирую стараюсь замульчировать скошенной травой сена соломы у меня нет скошенной травой я обязательно мульчирую вот значит у нас полив затеняем теплицу потому что огурцы не любят сильного такого палящего солнца мы их затеняем обязательно подкармливаем подкармливаем чем только можно я подкармливаю и залой и зеленым удобрением и настоем коровик нет настоем куриного помета и разбрасываю гранулированные эти гранулы куриного помета покупные то есть у меня есть курочки замачиваю помет можно любой и коровий и лошадиный этот навоз все замачивать и всем подкармливать но что хочу сказать все равно вот они у меня уже второй месяц плодоносят какие бы парку подкормки органические я не делала им маловато маловато огурчиком каждый день срываю по ведру и очень много получается они из почвы выносят витаминов микроэлементов удобрений того же поэтому никуда нам не деться нужно все таки чтобы не было у нас желтых таких завязей отсохших и чтобы не было крючковатых огурцов нам все равно придется воспользоваться минеральными удобрениями вот сегодня хочу вам показать и сама буду обрабатывать вот таким вот специальным минеральным удобрением для огурцов кабачков дынь вот такое удобрение для огурцов называется сударушка в нем содержится очень много микроэлементов значит удобрение комплексное для огурцов кабачков дынь садовая аптека сударушка сейчас еще вам покажу сейчас я вот расскажу что тут содержит она значит это универсальное сочетание микро и макроэлементов сюда входит азот 15 процентов калий не буду говорить сколько калий фосфор входит в этот состав микроэлементы марганец медь бор цинк кобальт молибден для подкормки огурцов кабачков дынь с целью профилактики грибных болезней и повышение урожайности признаки недостатка микроэлементов у растений это значит вот увядание верхушек увядание молодой почки увядание листьев появление желтых бурых пятен и снижение интенсивности окраски листьев если не хватает огурцам витаминов они тоже начинают и желтеть завязи сохнуть и огурцы растут уже крючковатые то курку дахтет у меня то птички чирикают вот подсказывают мне подсказки такие делают значит сегодня буду вот этим вот зарегистрированный товарный знак вот такое специальное удобрение для огурцов называется сударушка вот делюсь с вами то есть содержит все микро и макроэлементы того что мы поливаем органическими удобрениями подкармливаем зеленой травой навозом золой этого все равно мало потому что им еще надо плодить и плодить как минимум июль август сентябрь и у меня еще до октября огурчики плодят вот в прошлом году я уже на них разозлилась в октябре их взяла и поводирала говорит все я уже с ними устала вот значит у кого нет такого удобрения здесь очень экономное удобрение экономичное нужно чайную ложку 4 грамма на 10 литров воды и обработать по листу то есть этим удобрением сударушка обрабатываем по листу 4 грамма но если кто-то не может купить такое удобрение нужно обязательно купить тогда мочевину сейчас продается специальная мочевина карбамид с микроэлементами и столовую ложку на ведро но там есть инструкции по инструкции разводим и то же самое опрыскиваем по листу обрабатываем по листу и можно и под корень вот пчелки у меня тут летают работают шмели вот так вот у меня тут обязательно обрезаем низ вот так чтобы все просвечивалось что все проветривалась иначе огурцы когда мы их часто поливаем они могут и не за все плесневеть и огурцы там в листьях плесневеть то есть обязательно проветриваем вот обрабатываем или утром или вечером для тех кто не знает для тех кто знает и сами все делают для них нет информации это для тех кто не знает потому что начинают где купить как обрабатывать сколько можно то есть вот если кому-то что-то не ясно пишите я обязательно вам отвечу но все-таки хочу сказать чтобы огурцы хорошо плодили чтобы завязи у них не сохли и огурцы не были крючками мы значит должны их обрабатывать и подкармливать обязательно подкармливать чтобы срывать вот такую вот хорошую еще хотела сказать что я когда огурец срываю я обязательно отрезаю лист листьев у меня нет плети видите внизу все свободное плети все свободные вот пожалуйста хоть они партен карпические но когда их опыляют шмели или пчелки они намного лучше растут вот листья обрезанные видите вот валяются обрываю плети то же самое если вот сейчас покажу вам вот у меня целая плеть на ней вот один засохший огурчик все огурцы срезаны я не только лист но и плеть обрезаю потому что она уже вот они валяются они не нужны особенно внизу вот вот так вот все должно проветриваться все должно у нас хорошо работать у меня тоже и сохнут и крючки растут то есть хоть я за ними сильно сильно стараюсь ухаживать все равно какие-то недочеты есть поэтому применять буду сегодня вот этот вот удобрение микро макроэлементы чтобы огурцов у меня было много еще надо все на зиму запасать консервировать пока еще дорогие я продаю но уже буду сейчас вот эти вот крючки оборву и все закрою себе так что все всем спасибо за просмотр за комент